МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24, итоги недели в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. Где хочу, там не торможу. Водители маршрутных такси за остановки в неположенном месте будут штрафовать. Древние аулы на грани исчезновения о сторожилах села Чедоколуб для Ратинского района сегодня в выпуске. Главное событие из мира спорта. Чемпионат России по вольной борьбе завершился успешным для дагестанцев итогом. Остановить где удобно водители общественного транспорта уже не смогут. Теперь остановки будут осуществляться исключительно в местах для того предназначенных. Иначе водители рискуют быть оштрафованными. Рейд по соблюдению правил перевозки пассажиров провели сотрудники ГАИ. Подробнее Ларьяна Шамхалаева. Правила дорожного движения диктуют не только, как должно перемещаться транспортное средство. Они касаются и вопросов, где допускается останавливать автомобиль, а где это запрещено. По словам инспекторов, водители самого популярного общественного транспорта в Дагестане маршруток продолжают упорно игнорировать запрет на остановку в местах для этого не предназначено. Каждый водитель, осуществляющий перевозку пассажиров в городе Махачкале по утвержденным маршрутам обязан посадку, высадку пассажиров производить только на остановках, которые утверждены согласно геймплана города. Зачастую наши водители и граждане очень несерьезно к этому вопросу относятся и поголовно нарушают данные требования закона. Автомобилист с 12-летним стажем. Рад бы и не нарушать правил дорожного движения, но уж очень переживает, что это негативно скажется на заполняемости маршрута и, соответственно, на его зарплате. 12 лет работаю, потому что люди не стоят на островках. И все, пустые ездим потом. Мнение пассажиров на этот счет неоднозначное. Большинство отказались давать комментарии. Однако в целом выразили скорее недовольство. Водитель, почему вы останавливаете при установке? Вы знаете, что вам идет страх? Я без денег, я без грамотности. Вы три метра на остановку, три метра пройдите. Когда у меня продаж, что будет? Будем наказывать. Фразу «брат, притормози, где удобно», скорее всего, мы уже не услышим. Конечно, если извозчик не пожелает быть оштрафован на 3000 рублей и лишится прав. Напомню, ранее попытки ввести в столице правила остановки общественного транспорта строго отведенных для этого пункта были провальными. Надзорные органы настоятельно призывают водителей и пассажиров добиться исправления ситуации на дорогах. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Аулы высокогорного Дагестана заметно опустошаются. Люди покидают районы, стремясь к жизни в крупных мегаполисах. Но, как правило, всегда находятся те, что покидать свою малую родину, несмотря ни на что, не намерены. Так и героиня нашего следующего сюжета, бабушка Карима, жительница села Чедоколоп Тайорзинского района, убеждена, что никакие цивилизации не заменят прекрасной сельской жизни. По руинам старого села, где когда-то буквально кипела жизнь, прошлась наша корреспондент Ума Ибрагимова. Еще одну свяжу тебе. Самая старая жительница села Чедоколоп Тайорзинского района. Каримат Халилова не знает ни одиночества, ни отсутствия заботы. Счастливая бабушка 12 внуков уже с трудом передвигается, но свои 84 года она все еще продолжает заниматься своим любимым делом – вязанием. Вяжу внучкам, в основном Марии, Тимадине, Салихат. Салихат пыталась особенный узор сделать, она любит. Сложно вязать? Сложно, конечно. Рука знаешь, как устает. Уже не могу. Много времени это занимает? Не то чтобы. Я вот одну пару за несколько дней могу связать. После замужества Каримат Халилова вместе с супругом переехала в соседнюю местность Хордоколоп Тайорзинского района. Жили молодые обособленно, дом находился у дороги. Когда они жили в Хордоколоп, у них останавливалось очень много путников. И поэтому она рассказывает нам очень много разных историй. Гостям из соседних аулов и городов Каримат всегда рассказывает удивительную историю села Чодоколоп. История его прежде всего связана с построением домов. Аул не был густонаселенным. Жители строили дома очень близко, словно друг на друге. Однажды пожар уничтожил все село. Отсюда и его название. Село переименовали в Чодоколоп. Это переводится с нашего диалекта как «горящий хутор». Потому что чад на нашем – это огонь. Жители долго восстанавливали село после пожара. Легенды. Им бабушка Каримат уделяет особое внимание. А в частности истории о шейхе Исмаиле. Был он пастухом. Как-то односельчанин увидел среди его стада несколько волков. Мужчина удивился тому, что хищники и не думали нападать на отару овец. Молва разнеслась по всей округе. Жители решили, что шейх – колдун. Джамат изгнал его из села. Когда шейх Исмаил покидал село, он остановился здесь. Стукнул посухом, и на месте появился горный родник – святой источник. Так его называют местные жители. Особенность его в том, что из родника всегда зимой течет теплая вода, а летом холодная. Давайте же испробуем. Действительно, охлаждают. Шейх уехал в соседнее село Бишта, где и скончался. Причем местонахождение его могилы долгое время оставалось для жителей Чудаколоба неизвестным. Мы находимся на месте захоронения шейха Исмаила. Сегодня добраться сюда было довольно-таки легко. Хотя зимой это сделать практически невозможно, потому что с горы, которая находится напротив, сходит лавина. Она покрывает всю эту местность снегом, но место захоронения шейха остается неприкосновенным. Сейчас могила шейха – это место паломничества. Бабушка Каримат в числе тех жителей села, кто по возможности совершает туда зиарат. Ума Ибрагимова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Тляритинский район. На прошедшей неделе завершился чемпионат России по вольной борьбе. Четыре медали высшего достоинства, а также шесть серебряных и четыре бронзовые – таков итог для сборной Дагестана. Республика стала лучшей по итогам чемпионата России в Ингушетии. О результатах последнего дня соревнований расскажет Курбан Рагимов. В заключительный день чемпионата России в финальных встречах зрители увидели принципиальное противостояние двух лучших школ борьбы. В поединках за золотые медали выходили представители Дагестана и Северной Осетии Алании. Весе до 65 килограммов Муршуду Муталимову противостоял чемпион Европы Алан Гагаев. Ведя в счете по ходу поединка, воспитанник школы имени Али Алиева пропустил атаку, которая и повлияла на судьбу встречи. Для дагестанского вольника серебряная медаль на уровне чемпионата России стала первой в карьере. Весовая категория до 74 килограммов. Динамовец Гаджин Абиев пробил себе дорогу в финал в тяжелых поединках. Раз за разом ему приходилось отыгрываться и отвоевывать победные баллы. Но на финал силы махачкалинца не осталось. Здесь он уступил экс-чемпиону мира Хитагу Цаболову. Первый блин комом не вышел. Именно так можно охарактеризовать итог выступления Абдул-Рашида Садулаева в новом для себя весе. На пути к финалу олимпийский чемпион разгромил всех, завершив четыре поединка с общим счетом 43-0. В главном противостоянии вечера его ожидал Владислав Байцаев. Конкретно не было работы на какого-то спортсмена. Против кого-то такой работы не было. Была общая работа, был общий план, который полностью все спортсмены выполняли. И надеюсь, что эта подготовка послужит для нашего спортсмена как бы путь к успеху. Но опять же говорю, Садулаев это великий спортсмен. И будет очень тяжело. Сегодня мне хочется посмотреть финал. С ним финал вышел тоже такой опытный спортсмен Владислав Байцаев. Тоже и призер, и чемпион Яригинского турнира. Тоже довольно-таки такой опытный. Поэтому будем наблюдать, будем болеть за красивую борьбу. Владислав Байцаев доставил Садулаеву немало хлопот. Уже в дебюте поединка борец из Алании поразил всех болельщиков, едва не положив танка на туше. Отыгрывать четыре балла Садулаев принялся сразу. Перевод в партер и два накаты дали преимущество. Сравнять счет Байцаеву уже не хватило ни сил, ни времени. Удивляться здесь нечему, потому что я тоже обычный человек, я тоже могу проиграть. И сегодня в финальной схватке видно было, такая упорная схватка была, 7-8 счет, здесь ничего такого нет. В финале, честно говоря, все шло по плану, но в финале, в начале чуть допустил ошибку. Но это станет для меня уроком в дальнейшем. Когда спортсмен переходит в другую висовую категорию, совершенно и координация другая, и скорость другая. Понимаешь, если зрители, которые не разбираются в борьбе, они думают, что сейчас выйдет и всех разорвет. Слушай, там же тоже тренируются, там же тоже готовятся. Да, кто-то больше, у кого-то психологически больше устойчивее нервы, чем у другого. Но по-большому-то они все готовятся, они все хотят себя попробовать и попасть на чемпионат мира. В течение трех дней дворец спорта города Магас был заполнен до отказа. Чемпионат России подарил любителям борьбы много ярких и зрелищных поединков. Спортивный праздник не оставил равнодушным никого. Спасибо дагестанским болельщикам, спасибо всем болельщикам, что приехали. А праздник он для всех, чемпионат России. Я поздравляю дагестанский народ, лично своего старшего брата Рамазана Каджимурадовича с победами дагестанского спортсмена. И, конечно, я как за своего родного, он есть наш родной, болел за Рашида. Спасибо ему за такой хороший финал. По итогам чемпионата дагестанская сборная завоевала первое место по количеству золотых медалей. В активе подопечных Сажида Сажидова четыре золота. Кроме того, у наших борцов шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Мы довольны результатом, то, что как ребята поборолись. Естественно, есть много над чем, чтобы поработать. Есть много ошибок, есть много вещей, которых мы должны исправлять, как в тренерской штабе, как в ребятах. Иншаллах мы это все будем делать. Я думаю, мы сегодня принесли чуть-чуть радость нашим болельщикам, нашему Дагестану. И хвала Всевышленному Аллаху, что мы живые, здоровые. Можно сказать, победа. И с радостью возвращаемся домой, на родину. Победители и призеры соревнований были поощрены денежными премиями от организаторов. Чемпионы России получат возможность принять участие в отборе к чемпионату мира. Курбан Рагимов, Камиль Девятов, Гаджи Шахшанатов, телеканал ННТ, Магаз, Ингушетия. Таковы были вести прошедшей недели. Еще больше информации на нашем сайте nnttv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. Всего доброго.